Здравствуйте с новостями Азатыха в студии Рахатки Нешева. В Пешаваре на северо-западе Пакистана группа беженцев начала голодовку с требованием к правительству помочь им вернуться домой. Они заявили, что не получили ни адекватного жилья, ни продовольственной помощи и что правительство не предложило помочь с переездом. Сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои дома и бежать из Северного Вазеристана и других районов, где правительственные войска ведут бои с экстремистами уже несколько месяцев. В казахстанском городе Кызылорде жители одного из жилых домов выражают недовольство в связи с ситуацией, в которой они оказались. По их словам, многоэтажка, построенная более 30 лет назад для рабочих текстильной фабрики, находится сейчас в почти аварийном состоянии. Капитального ремонта дом не видел давно. В Татарстане около 600 человек приняли участие в Шестом мировом форуме татарской молодежи. Форум в Казани собрал представителей как других российских городов, так и других зарубежных стран. Они обсуждали вопросы сохранения татарской культуры и изучения татарского языка. Участники форума также выступили против планов российского правительства запретить называть президентами руководителей национальных республик. В Татарстане опасаются, что переименование должности повлечет и сокращение властных полномочий. В состав Всемирного конгресса татар входят также семь общественных объединений из Кыргыстана, расположенных в Бишкеке, Аше, Караколе и Джалабаде. В Таджикистане проходят Дни культуры Туркменистана. Торжественное открытие мероприятия состоялось в Государственном академическом театре оперы и балетов Душанбе. Там же прошла выставка о жизни и истории туркменского народа. В Днях культуры, которые завершатся 7 августа, принимают участие более 50 человек – артисты, музыканты, оперные певцы и другие деятели культуры. А в столице Афганистана Кабуле около 200 детей приняли участие в длящемся около недели цирковом фестивале. Юные участники выступали в парках и на других площадках по всему городу. Фестиваль был организован образовательным центром и был профинансирован посольствами Германии, Дании и Польши. Эти и другие новости вы сможете найти также на нашем сайте.